Добрый вечер, друзья! Приветствую вас всех! Мы с вами проводим уже третье открытое занятие. Сегодня уже третье открытое занятие. Цель нашего общения является собрание группы для регулярных занятий практикой живой и живой яркой. Цель нашего занятия ist, eine группе aufzubauen, um dann die Ausbildung zu starten, в системе живой природы и живой яркой. В первом занятии я детально рассказал, как и какие целительные эффекты мы получаем на энергетических оболочках, но я еще раз сегодня буду повторять. И на втором занятии мы точно также рассмотрели, каким образом человек может становиться здоровым, счастливым и успешным. Сколько мы возникли... Добрый вечер. – unserem ersten Treffen haben wir darüber gesprochen, wie die Shiva Heilkunst und wie die Arbeit mit der Shiva Energie auf unsere feinstofflichen Körper und Hüllen wirken wird. Und bei dem zweiten Treffen letzten Mittwoch haben wir auch gesprochen, wie das erste Modul ungefähr aufgebaut ist, wie das erste Modul auch also welche Themen das beinhaltet und welche Ziele Ну и поскольку возникли в первую очередь организационные вопросы, я предлагаю сегодняшнюю нашу встречу начать с организационными вопросами. И потому что многие организационные вопросы у меня были в том, что мы сегодня начнем с организационными вопросами. Если человек будет получать эту видеозапись. Занятия построены таким образом, что мы один раз в неделю занимаемся, мы получаем новые практики, новую информацию и потом отрабатываем на протяжении недели. И поскольку были вопросы, я сразу... В славянской традиции понятие целостности и целитель, это не столько связано непосредственно с лечением и помощью людям, хотя это тоже имеется в виду. Это намного шире понятие. То есть когда мы говорим о живе, мы говорим фактически о энергетической технологии. которая усиляет вашу энергетику и расширяет способности вашего мышления. И если мы говорим о живе, мы говорим о некой технологии или методике, которая увеличивает ваши энергетические каналы, и увеличивает вашу энергетику и увеличивает вашу энергетику. На уровне физического тела это проявляется тем, что человек начинает оздоровливаться. То есть он становится более здоровым. У него начинают сначала проходить легкие болезни, а потом начинают проходить хронические болезни. На уровне физического тела это проявляется, что он начинает улучшить хронические болезни. Ну и опять же, практики построены таким образом, что они универсальны. Поэтому одну и ту же самую практику можно использовать для исцеления как собственного тела, так для исцеления тела другого человека. В том числе любая жизненная проблема, она тоже воспринимается как болезнь и она может быть исцелена. То есть проблемы во взаимоотношениях, проблемы с тем, что человек мало зарабатывает. В прямом понимании, если сравнивать человека с компьютером, каждый из вас пользуется компьютером, то есть наша задача в том, чтобы увеличить вашу мощность, производимость и новые программы, программу мышления, но грубо говоря новый word, который позволит вам быть более успешным во всех сферах жизни. И если мы понесли, выравляем deleting, у муниверситет на компьютере, который получается дополнительно эффективнее найти, требуетigkeit которых многим более энергии. потенциал, dass man halt, wie gesagt, seine Aufgaben und Situationen effektiver schafft und effektiver durchs Leben geht. Причем то, о чем я говорю, это не является каким-то образом Бахвалство или Пахвалба, то есть это просто результат, ну, как говорится, десятилетий следов, у него там мои книги написаны, то есть, которые касаются всего этого, о чем мы с вами будем говорить. Genau, и это сейчас auch kein, скажем так, Selbstлоб и так далее, но это действительно продукт от проживания и проживания, продукт от проживания, который Владимир в своих книгах негативно пишет. Это очень большой Шанс в Висе, который он в его учебнике а детально immer vermittelt. Дальше, так или иначе, мы все равно являемся парными существами, то есть у нас нам хотелось бы иметь, ну, кому хотелось бы иметь парные отношения, и поэтому, если у человека есть трудности с этим, это также используется для этого технология энергетических практик, для того, чтобы человек улучшил взаимоотношения в семье, или если он хочет создать семью, но не может найти подходящего партнера, с помощью энергетических практики материализировал события, чтобы так сложилось все, чтобы партнер появился. И, Und zum anderen sind wir ja alles Wesen, die einen Partner brauchen, beziehungsweise wir sind ja so Hälften und jeder sucht irgendwo seine bessere Hälfte, sagt man so vielleicht auf Deutsch. Wenn man die schon hat und es dort irgendwelche Probleme gibt oder irgendwie es dann nicht so harmonisch alles abläuft, kann man die Shiba-Techniken dazu verwenden, um die eigene bestehende Partnerschaft zu heilen, aufzuwerten und zu verbessern. Genauso kann man für sich mithilfe der Shiba-Energie und mithilfe der Shiba-Praktiken für sich Situationen erzeugen, Situationen heranführen, die dann praktisch dazu führen, dass man den richtigen Partner anzieht. Praktika Shiba является universal. Wenn ein Praktizierender sich die Aufgabe stellt, erfolgreicher im Leben zu sein, im Beruf, in der Karriere voranzukommen, sein eigenes Business aufzubauen, bekommt er durch die Shiba-Ausbildung auch eine Art neues Denken, eine neue Weltwahrnehmung, eine neue Weltanschauung. Und allein durch die wird er praktisch erfolgreicher und bessere Entscheidungen im Leben treffen, die dann praktisch auch letztendlich zum Erfolg führen und zu mehr Wohlstand. Und ich sage, dass ich gerne und konsultiere Leute, die in unserem Staat, in unserem Staat, die sehr wichtig sind, das sind die Unternehmen, die eine Sette Supermarkt, und die Leute, die jetzt dämpfeiert sind in der Verteidigung. То есть и то, что мы сегодня с вами общаемся, это просто потому, что мне хочется, чтобы Традиция, знания и практика, оно шло шире, чтобы оно шло в Германию, в Европу. Но также в политические гремии, они тоже приходят к ним и говорят, что это проект, который мы сейчас с вами рассмотрим, должен также дать, чтобы Традиция и Драдима и Драдима на Драдима и потом еще больше людей, чтобы мы еще больше людей, это все используем, на самом деле я воспринимаю как бы преподавание живой живой арги как некий свой духовный путь и поэтому мне хочется делиться для меня это не бизнес и для него это тоже не бизнес, потому что он занимается жизнью живой живой аргией и живой аргией, это делает он практически из сердца именно с этой целью он создал Академию развития человека Радосвет развития человека потому что откровенно анализируя с педагогической точки зрения я замечаю что целенаправленно обучение строится таким образом чтобы человека сделать менее развитым чтобы он не настолько глубоко понимал системные процессы которые происходят то есть академическое обучение которое там возьмет то есть академическое обучение на самом деле делает человека мало развитых, то есть специально это делает И что Владимир также мог бы обращаться и behauptил, что школу и академическую школу ведутся к людям в своем сознании, в своем сознании на очень низкой стуле и в своем сознании в своем сознании, если вы посмотрите первое наше открытое занятие, я там говорил о том, что для того, чтобы человек достиг максимального раскрытия, он все равно должен измениться, подобно тому, как спортсмен, чтобы стать олимпийским чемпионом, все равно должен тренироваться. И надо, как бы Жива помогает найти свое призвание, найти то самое лучшее, которое будет для человека оптимальным. Если спортсмен начинает, практически с одной из дисциплин и очень высоких медалей и победить, то он тоже должен быть изменением. И поэтому он должен очень много тренироваться. Это же самое. Это тоже есть школа или систем, который должен быть тренирован, чтобы улучшить успех. Ну вот, как пример, например, один из моих учеников, который занимался энергетической практикой медитации, он был один из трех собственников фирмы, которая производила мебель, то есть от фабрики. Один из своих учеников, который еще медитативные практики, он был один из трех учеников, который занимался большим мебелью. Благодаря медитации у него возникло такое расширенное восприятие сознания и он внутри себя почувствовал, что он хочет заниматься компьютером. Но это очень далеко от той работы, которой он занимался, но непосредственно не просто компьютером, а компьютерными сетями. И в одной медитации он сделал, что он видел или спürит, что он действительно в виде компьютерных технологий и технологий. Он хочет или практически он сделал, что он должен быть упрофилирован, и не только компьютерными технологами, но и с компьютерными с компьютерными технологиями. И это даст вообще не только от мебельного строительства. Во время медитации он увидел, как вот рыбацкую сеть, он увидел компьютерные сети и поэтому он решил заниматься распространением интернета оптоволокновой связи. Ну, соответственно, он всегда занимался деревом, занимался деревообработкой, поэтому это было очень далеко от того, что на самом деле он всегда делал. И он всегда занимался с мебелью, с деревом, с деревом, и это был, как говорится, фернаппорт компьютерных технологий. Но доверившись медитации, он начал заниматься этим и благодаря этому, когда вот в 2008 году был экономический кризис и уже мебель не продавалась, у них, ну, как бы уже, потому что их там три брата, да, собственно, у них была компьютерная сеть, много пользователей и они были более успешны, чем просто бы продавали мебель. То есть, если человек, физически болеет, если он у него, ну, как бы проблемы во взаимоотношениях, если он не может как-то раскрыться, творчески раскрыться, это воспринимается как болезнь и поэтому это можно исцелить с помощью энергии и изменения сознания. Когда мы говорим целительство, это очень широкое понятие, которое, ну, не связано непосредственно с врачеванием, это, ну, как бы целительство жизни, это технология жизни, технология управления реальностью. Поэтому, то, что там, стать там здоровым, создать отношения хорошие, увеличить достаток, это считается достаточно простыми вещами. То есть, потому что более высоких вещах, то есть человек идет путем просветления, раскрытия верхних оболочек, но для того, чтобы это сделать, ему нужен Fundament вот этого материальных достижений. Если у себя здорово, то можно уйти к себе. Потому что у вас есть средства, потому что у нас нет уровня. Потому что система обучения построена так, что мы занимаемся один раз в неделю и человек это работает. Мы не берем большое количество людей. То есть максимум берем до 16 людей. Потому что, чтобы каждому индивидуально с ним поработать. И получается, что благодаря этому человек каждую неделю получает фактически поддержку на достижение своих целей. И потому что это все индивидуально с ним поработать. В Владимир делает группу более маленький. То есть примерно 16 группы в группе, когда занимается обучение. Так можно с каждым индивидуально с ним поработать. И с каждым индивидуально с ним поработать. То есть живо это не то, что собирает время. А то, что наоборот направлено на то, чтобы освободить вам время и сделать вас более успешным. Поэтому не можно заниматься не то, что там выделил два часа и я учусь. Едешь за рулем машины, можно практиковать. Не знаю, там едешь в метро, можно практиковать. Когда есть свободное время, уже можно попрактиковать живо. И вы не можете видеть, что это 2 часа в месяц в месяц. Живо шенит вам больше времени. Живо шенит вам больше времени. Живо шafft, что вы практически эффективнее будете. И вы можете даже в вашем жизни больше деления и улучшить. Вы можете, если вы это уже не знали, то, что вы можете практиковать на каждом городе и на каждом времени. Вы можете практиковать. Например, если вы уходите на работу, то вы можете практиковать. параллельно с другими жизнями и жизнями, то вы можете практиковать. Живо параллельно с другими жизнями. Если вы, например, с моим busом, с моим бандом на работу, то вы медитаете тоже через время и используете этот день. Я хочу сразу предупредить, что я не буду делать вместо вас работу. Я буду давать вам инструменты и учить ним пользоваться. Но, как говорится, из куска глыбы вырезать статуи своей мечты, это вы будете делать сами. И я хочу сказать, что вы не сможете выполнять. И вы будете выполнять работу для вас. Я хочу сказать, что вы не сможете выполнять работу для вас. Что еще надо сказать по организационной работе? Желательно было бы, конечно, чтобы вы, ну как бы у нас было определенным образом парное количество людей, чтобы вы могли потом в парах заниматься, если у вас будет желание и стремление, чтобы вы могли связываться и помогать друг другу в парной работе. Как показывает опыт, когда люди долго практикуют, у нас формируется какая-то духовно-энергетическая семья. И поэтому за счет общей энергетической работы мы можем помогать и поддерживать. Ну, например, кому-то надо новая работа, кому-то надо еще какое-то занятие. И мы коллективно можем помогать ему достигать, потому что мы будем общаться в чате постоянно. И мы постоянно общаться в чате и общаться в чате и общаться в чате. У zeggen у каждого-коррёта grey- paranormal, сам я так называл lot faster button-коррёта. то, чтобы в группе Динамик на это проблемы из отдельных эффективного инвектора как здесь одинаково делать, например, там необходимо для того, чтобы один издать новой работодатель, он будет для этого медицировать и для того, чтобы практиковать. Другой, который имеет еще одно проблемы, которое он может быть не только lösen. И так hilft тогда группа и целый целый группенканал, скажу так, 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 И само обучение построено таким образом, что есть какая-то обязательная программа, то есть это может быть 60-70%, а 40%, ну может быть даже и до 50% занятия посвящаются конкретно решению ваших задач, те, которые вы на протяжении недели у вас возникли. Поэтому наша программа достаточно гибко и ориентирована на то, чтобы решать именно те задачи, которые перед вами стоят. Und die Ausbildung müsst ihr auch noch so sehen, wenn ihr eine Einheit habt, an einem Mittwoch 60-70% ist praktisch Gruppenarbeit, was auch aktuell für alle ist, was wir gemeinsam machen, aber die 40% bleiben an индивидуальной Arbeit, dass hier praktisch jeder für sich die Bereiche, die ihr heilen müsst, die Bereiche in seinem Leben, in seinem Dasein, mit denen ihr arbeiten müsst, der wird speziell personifiziert, sich an die eigenen Aufgaben heranmachen, also neben der Gruppenarbeit. Wenn ihr noch organisatorische Fragen habt, stellt sie bitte jetzt, wenn ihr mir jetzt auch weitere Antworten habt. Ich habe noch ein paar Fragen, wo auch noch zwei участники über die Frage gestellt haben. Dämpht, jetzt ist es möglich, dass jetzt schon wieder auf die Arbeit auf die Arbeit geht, aber immer wieder über die zwei Jahre, dass jemand in der Zeit, über die Arbeit möchte, und, dämpht, sich an die Gruppe zu beherren? Oder muss man sich an die Gruppe darauf warten? Oder muss man sich an die Gruppe darauf warten? заключается в том, что всегда есть базовые практики и есть как бы то, что делается индивидуально для человека. Поэтому даже если будут люди изучать базовую практику, но одни будут ее делать месяц или полгода, они под этим будут понимать что-то намного более глубже, намного более сильнее, чем тот, который добавился неделю назад. Поэтому даже получая одно и то же самое знание, они будут получать другой результат. Кто-то будет получать более продвинутый, потому что он дольше занимается. Поэтому можно присоединиться в любой момент. Die Frage ging auch darum, weil zwei Teilnehmer mich gefragt haben, wenn die jetzt keine Zeit haben, jetzt im April einzusteigen, ob das im Mai möglich wäre, wenn der Kurs bereits läuft. Und das ist praktisch die Einzigartigkeit der Schule und der Ausbildung, dass man zu jedem Zeitpunkt einsteigen kann, egal welche Vorkenntnisse man mitbringt, weil viele von den Teilnehmern auch schon Kurse absolviert haben, bei Wladimir auch den ersten und das zweite Modul. Und das ist dann praktisch der Unterschied, die einen, die schon länger dabei sind, die sind tiefer in der Praxis. Wie gesagt, es sind ja 60 Prozent Praxis, die halt für alle gültig sind und die alle mitmachen. Und die, die länger dabei sind, kennen sich schon zwar besser aus und sind tiefer in der Materie, aber nichtsdestotrotz wird der eine, der dann praktisch frisch eingestiegen ist, auch gut mitgenommen, auch gut herangeführt, sodass er praktisch auch in die Mitte mit der Kurs einsteigen kann. У нас есть примеры, например, человек пришел с конкретными задачами, он работал бухгалтером и возникали у женщины ощущения неуверенности в себе и прочее, она решила задачи свои, она вышла замуж, она уже создала свою фирму, она уже третий год подряд занимается, она уже прошла программу, она продолжает заниматься, потому что она получает от этого удовольствия. Она через месяц и джазвариose, она уже проведена в жизни, она уйдет в свое время, она угрожает, она решает прошла, она уже проживает, она оказала свою фирму. После месяца занятия оно сразу станет понятно, то есть уже, как говорится, попробовали, уже становится все ясно и просто. Но если как бы понятно, для чего живо и как это организационно будет выглядеть, можем поговорить еще о каких-то неких теоретических аспектах. Если сейчас более или менее понятно для вас, как это организационно будет выглядеть, то если вы не имеете вопрос организационно-натур, мы можем поговорить о собственных теоретических аспектах. Может быть кто-то хотел что-то спросить? Да, это были его вопросы, просто я у него еще раз спросил, насколько хорошо он все понял и вопросов пока у него больше нет. Ну все равно есть напряжение в голове, в горле, ни с животом. Да, но он говорит, что у него есть еще немного аспекта, но здесь можно работать, чтобы это сделать. Обычно, когда у нас есть какие-то вопросы, наше физическое тело на него всегда реагирует, поэтому любые вопросы во внешнем мире, они всегда ощущаются, в том числе и в теле. Практикуя живо, мы постепенно переходим от восприятия. Потому что мы можем говорить одно, но тело наше никогда не врет, а тело может показывать другое. И мы можем даже не осознавать, что у нас в теле идут какие-то энергоблоки, которые проводят трудности. Евгений, есть какой-то вопрос в чате прочитать? С чем я связан или с чем я связываюсь, если мы белый шарик прокатываем по стопам? На наших стопах находится чара корни, то есть она поддерживает нашу связь с предками. То есть когда человек прокатывает белый шарик, это означает, что его сознание, его внимание находится там. А если его внимание находится в этой чаре, тогда у него усиляет связь с предками и вообще как бы с материальным бытием. То есть эта белая шарик будет использован, чтобы нашу внимание, нашу сознание, нашу сознание, на какое-то место или какое-то энергию центре. И если мы работаем эту белую шарик, то это означает, что мы эти энергию центры в этом моменте stärкиваем. Несмотря на то, что там не у всех вас есть настройка живая, давайте мы сделаем практику, раз уже так пошло, раз уже спросили про корни. Мы сейчас будем делать практику, которая будет направлен на то, чтобы соединиться с нашими предками и наполнится знаниями, умениями и силами, которым нам не хватает. И мы сейчас будем делать практику, потому что, если у нас не все уже получили, мы делаем практику, мы делаем практику, мы делаем практику, мы делаем практику именно на энергии. На уровне духа мы все являемся частью Бога, частью Всевышнего, частью единого поля. На уровне душа мы все братья и сестры. На уровне тела мы различные живые существа, у которых есть различный опыт. На уровне тела мы различные любые существа, которые практически все свои 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 опыты сомнят. Поднимаясь на более тонкий уровень, мы можем соединиться и получить тот опыт, которым владели наши предки, для того, чтобы раскрыть это знание или силу в себе. Когда мы медитировали на шире уровень, мы можем соединять эти глубины, мы можем соединять наши другие. verbinden, и так же опыты с другими частями, чтобы мы их опыты получаем и это для нас хорошо используем. Еще вопрос был связь с предками. Она работает везде, в любой точке Земли, независимо от родной страны или от страны, где предки жили. Еще раз я только что объяснял, что существует духовно-энергетическая связь. Владимир говорил gerade, что мы имеем геолог-спиритную связь. И поэтому, конечно же, родная страна, она это помогает, но это совершенно не обязательно. Обычно внешние атрибуты, например, прийти в дом, где жили предки, да, или прикоснуться к мебели, которой они пользовались, оно важно и нужно тем, у которого нет энергетических знаний. Для того человека, который владеет энергетическим практиком, это не обязательно. мебели, это мебели, для людей, которые не имеют или нету Ану, которые не имеют в spiritу или энергетику, которые не имеют. Они нужны, это, чтобы они отверстили, или они где-то или какие-то другие Действия, чтобы они в Kontakt к ним. И человек, который имеет энергетическое и spirituelle Восемь и об этом Энергии еще Бесчайд знает, он может sich практически direkt medитив damit verbinden, ohne irgendwelche Gegenstände zu verwenden. Ласst uns jetzt diese Praktik durchführen gemeinsam, dann wird, denke ich, auch mehr verständlich werden. Wer von euch die Jiva-Initiation bereits bekommen hat, wir rufen das Jiva-Mütterchen auf, das ursprüngliche Licht, Mütterchen Jiva, kommt zu uns. Wer die Initiation nicht hat, spricht praktisch nach innen zu eurem spirituellen Herzen. Sendet einen großen Teil von Aufmerksamkeit, einen großen Teil von Liebe an euren inneren göttlichen Funken. Lasst uns im Kopf eine weiße Kugel vorstellen, als eine Art von unserem Bewusstsein. und das Denken, die Aufmerksamkeit befindet sich in dieser weißen Kugel. Und diese Kugel, die bewegen wir jetzt langsam nach unten an die Fußsohlen befinden, und wenn wir uns auf dieser Ebene der Fußsohlen befinden, wir вдыхаем bälo-zolatой Potok über den Kopf über den Scheitel ein und abtüren durch die Fußsohlen aus. Stellt euch vor, wie golden-weiße Wurzeln tief in die Erde dringen, praktisch aus den Fußsohlen heraus und tief in die Erde. Sie bewegen sich aus der grobstofflichen Welt auch in die feinstoffliche Welt, auf die Ebene der Seele. Lässt es zu, es zu sehen oder die Wurzeln durchzudringen und diese Wurzeln dringen bis zu eurem Vater und eurer Mutter, also bis an die Seelen eures Vaters und eurer Mutter auf seelischen Ebene. Unsere Eltern können noch am Leben sein oder bereits von dieser Welt gegangen sein. Nichtsdestotrotz in beiden Fällen verbinden wir uns energetisch mit unseren Eltern und versuchten und versuchten jetzt euren Eltern zu verzeihen, eure Eltern zu lieben, denen alles zu vergeben, unabhängig davon, wie ihr mit ihnen umgegangen und sie mit euch und sie mit euch mit ihnen umgegangen und sie mit euch. Unsere Eltern sind der Schlüssel zu unserem Stamm und sie mit ihnen umgegangen und sie mit ihnen umgegangen und sie mit ihnen umgegangen Wo sie sich auch befinden, füllen wir unsere Eltern mit Energie auf. Wenn sie bereit sind, dürfen sie diese Liebe Мы вздыхаем бело-золотой поток через Макушку и выдыхаем через Стопы. Вы уже можете как-то visualно видеть своего отца, свою мать, даже если вы никогда не встречали своих родителей, или все равно вы можете их видеть или чувствовать, как некий образ. Вы уже можете видеть свои родители, чтобы увидеть себя, даже если вы никогда не видели, даже если у вас были негармоничные отношения, позволите себе их простить, абсолютно простить, и послать им свою любовь и полное принятие. И вот ваши корни соединяются с вашими родителями, они идут глубже, они идут вглубь вашего рода на уровне 7 поколений предков. И они идут к тем предкам, которые владеют тем качеством, знанием и силой, в котором вы нуждаетесь. Может быть у вас что-то болит, а были такие предки, которые жили очень долго и были здоровыми. Может быть у вас трудности в взаимоотношениях, а у ваших предков была крепкая семья, и они жили в счастье, душа в душу. Возможно, сейчас вы можете чувствовать себя ограниченными средствами, а у вас были какие-то предки, которые владели замками или большими муществами. Возможно, вы чувствуете себя в вашем финансовом статусе или на финансовом средствами. То есть, если вы не знаете, кто из наших предков, каким он был, наши корни автоматически идут именно к тем душам, которые владеют тем качеством, знаниями и умениями, которые вам нужны. И вот вы уже можете видеть, чувствовать себя осознавать, как ваши корни соединяются с самыми лучшими представителями вашего рода. И вы чувствуете, как ваши корни соединяются, как ваши корни соединяются с самыми лучшими представителями вашего рода. Мы вдыхаем белый-золотой поток энергии и посылаем их по этим корням, как по трубочкам, мы посылаем поток света, поток любви. Мы поднимаем их такими, какими они есть. Мы благодарны им, что они были частью нашего рода. И если им нужна эта энергия жизни, в каких бы мирах они сейчас не находились, мы посылаем эту энергию для исполнения высшего предназначения. И в зависимости от того, как они сейчас находятся, мы посылаем эту энергию для исполнения, чтобы они себя практически правильно и правильно чувствуются в своем сегодняшнем состоянии. Почувствуйте, что многие от них отзываются и принимают эту энергию с благодарностью. И вот прямо сейчас, когда мы соединялись уже со своим родом, мы посылаем свои корни еще дальше. Мы посылаем свои корни к самым лучшим представителям вашего народа. Мы посылаем эти корни к самым лучшим представителям вашего народа. Если вы нуждаетесь в здоровье, то к тем, которые были самые здоровые. Если вам нужны какие-то психологические качества, к тем, которые владели этими качествами, умениями, силами, знаниями. Если вам нужны какие-то психологические качества и способности, то к тем, кто имеет отношения к самым лучшим представителям вашего народа, которые владели этими качествами, которые вам нужны. И ваши цели к самым лучшим представителям вашего народа, которые владели этими качествами, какие-то герои, короли, там, уважаемые люди. Мы очень мягко и нежно, мы соединяемся с ними своими корнями. И посылаем им свою любовь и принятие. И вот мы выбираем белый золотой поток через Макушку и выдыхаем через Топу, по передней стороне Тела идет поток и он наполняет ваших родителей, ваш Рот и тех самых лучших представителей народа. Мы берем еще больше и дальше это голубень-геллое Licht через голову, через голову, через голову, и мы берем через нашу тело, на наши швы, на наши родители, и мы посылаем им энергию через время и пространство. Мы посылаем им энергию через время и пространство. В каких бы мирах они ни находились, мы наполняем их потоком живы, если они готовы принимать этот поток. И вот вы уже можете слышать, что многие из них действительно отзываются и принимают от вас поток живы, как путник принимает воду. И мы посылаем свою любовь своим предкам и говорим им о том, что мы нуждаем И мы просим, чтобы они поделились, благословили нас своим опытом и своим умением. В соответствии с вашим запросом, то есть со здоровьем или с финансами или с отношениями или еще с чем-то. Мы выбираем божественную энергию жизни, как белый золотой поток в Макушку и по передней стороне тела. Мы посылаем через корни своим прептум. Мы саугаем эту гольден-высу энергию через голову и лейтем ее к вверх, до кухню, до кухню, до кухню. И лейтем ее weiter к нашему ане. Когда мы делимся с кем-то своей мыслью, у нас остается мысль. И эта мысль появляется у другого человека. Мы ничего не теряем. Так же и на уровне энергии, когда с нами делится знанием и умением, это знание и умение остается у предков и в то же время оно начинает проявляться в нас. И вот мы уже можем почувствовать, как наши предки благословляют нас. И вот теперь мы уже можем почувствовать, как энергия белого-голубого цвета начинает идти по задней стороне тела. В ходе через спины наполнит все наше тело. Die Energie, die durch die Fersen hochsteigt und unseren Körper fühlt, öffnet sich in unserem Feld, also in unserem Lebensfeld, in unserer Lebensenergie. Wir füllen uns mit der Energie, die wir gerade brauchen und auch in dem Umfang, in dem wir sie brauchen. Und der Rest dieser weiß-bläulichen Energie fließt weiter nach oben bis ans Zentrum der Schöpfung. Und wir nehmen von oben das goldene-weiße Licht beim Einatmen durch den Kopf ein und beim Ausatmen durch die Fußsohle nach unten. Und die Energie fließt durch die Wurzeln an unsere Eltern, an unseren Stamm, an unser Volk, an die besten Vertreter des Volkes. Und wir atmen die weiß-bläuliche Energie durch die Fersen ein, die von unten kommt. Die Energie, die von den Ahnen zu uns hochströmt, wir fühlen unseren ganzen Körper mit dieser Energie. Und sieht dieses Sinnbild für euch, das, was in Erfüllung gehen soll, die Gesundheit, materieller Wohlstand, Kraft, Stärke oder Wissen. Atmet aus und fühlt dieses Sinnbild mit dieser Energie von unten. Einatmen durch den Kopf, ausatmen durch den vorderen Fußbereich nach unten. Und wir ziehen diese weiß-bläuliche Energie in den Körper auf der Rückseite. Und wir sehen, wie diese Energie emporfließt in den Körper, den Körper fühlt. Wie sie diese Situation verbessert, die wir uns als Ziel setzen, diesen Prozess mit neuer Energie, mit neuer Kraft auffüllt. Mit den Fähigkeiten und Eigenschaften, auch mit dem Wissen der Ahnen. Die Energie, die wir nicht absorbieren können, die für uns zu viel ist, die fließt über den Scheitel. Nach oben und fließt in das Zentrum des Universums. Und die nächsten paar Minuten arbeiten wir selbstständig, atmen das golden-weiße Licht von oben ein. Atmen es durch die vorderen Fußbaden aus. Atmen bläulich-weiße Energie durch die Fersen ein. Und atmen sie durch den Scheitel wieder aus. Machen selbstständig weiter. Und die Handflächen sind nach oben geöffnet. Und die können wir so positionieren, dass wir zusammen mit den Handflächen auch einatmen. Die Energie speziell von oben. Und indem wir die Energie von unten aufnehmen, visualisieren wir gleich unseren Ort, den Platz, in dem wir lieben. Wir visualisieren, wie wir gesund, gereinigt, erfolgreicher hier durch das Leben gehen. Und die Handflächen sind nach oben geöffnet. Und das Ganze baten. Und die Handflächen sind nach oben geöffnet. Смотрите, как вы получаете огромные крепкие корни, что отныне не только вы беспокоитесь о себе, а еще много предков плечо к плечу поддерживает и помогает вам. Не только энергии, но еще и на духовном уровне они держат вокруг вас поле гармонии света, помогая и поддерживая, выводя вас на те ситуации, которые будут самые лучшие. Не только на его этапе, но и в вашем эмилии, в вашем эмилии, в моем эмилии раум, помогающие вас вести себя и вести себя. Смотрим. Продолжение следует... 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 Почувствуйте, что они любят вас и принимают вас такими, какие вы есть. Почувствуйте, что они радуются, что вы обращаетесь к ним, и они всегда готовы вам помочь, как взрослый помогает ребенку. Почувствуйте, что кроме прямых предков, у нас есть еще и божественные предки. Которые через тысячи или миллионы реинкарнации стали уже божествами в других мирах. Почувствуйте, что всевышний, как бы мы ни назвали его каким именем, он тоже является нашим первым предком. И как добрый прадедушка или прабабушка, всегда готов вам помочь, если вы наладите взаимоотношения с ним. И так же, как бы вы любите взаимоотношения с ним, если вы обратите взаимоотношения с ним или их ввели. Мы еще раз посылаем поток света, поток любви принятия своим предкам. Мы еще раз благодарим их за ту силу, которую они сейчас нас наполняют. Сейчас мы прекращаем сеанс энергетического взаимодействия. Но в то же время мы чувствуем и знаем, что отныне мы с ними соединены. Мы сперем и знаем, что мы сейчас тоже вместе с ними связаны. И мы готовы помогать им, а они готовы помогать нам. Мы готовы, им помогать, и они готовы, нам помогать. Пусть будет мир и любовь между нами. Мы еще раз им посылаем свою Благодарность. Мы чувствуем, что корни вроде бы начинают возвращаться, но все равно такие тоненькие линии сохраняются, соединяя нас с предками. Мы чувствуем себя здесь и сейчас. И теперь мы вдыхаем как бы энергию и земли через макушку, небо через макушку и земли через стопы и выдыхаем через ладошки. Вдых через ладошки могут начинать теплить или расширяться изнутри. Вдых через ладошки, которые вы получили от предков. И видят, что вы уже стали такими, как мы хотим. Это уже прямо в нас проявляет. Вдых через макушку, небо через макушку, небо через макушку. Я благодарю, что урожайся. Я благодарю, что урожайся. Я благодарю, что урожайся. И мы возвращаемся. И мы вернемся. На самом деле для человека свойственно три способа восприятия действительности. Первый способ телесный. Когда мы думаем, что я есть я, а окружающие люди это что-то другое. Я здесь, а счастье где-то там. Я здесь, а счастье где-то там. Я здесь, а счастье где-то там. То есть фактически мы сами с помощью своих мыслей, мы между собой и тем, чего мы хотим достичь, мы строим стену из своих мыслей и поэтому мы не можем достичь. Более того, мы начинаем думать, что все как-то само по себе происходит, хаотично. Мы случайно попадаем в аварию, случайно увольняют или случайно что-то случается. То есть находясь в телесном мышлении, мы не понимаем, что на самом деле нет случайности. И от этого уровня, мы думаем, что все происходит случайно. И об этом говорит нам квантовая физика. То есть когда мы держим образ, что свет это энергия, во время эксперимента мы получаем энергию. Если верим, что он частичка, представляем частичку, мы получаем фотон частичку. И в телесном мышлении находится до 80% людей. На уровне души находится порядка 15%. На уровне души находится порядка 15%. И это намного более высокий уровень, который позволяет влиять на реальность. И через внутренние изменения мы меняем окружающими. И через внутренние изменения мы меняем окружающими. Но самый высший уровень, это когда мы поднимаемся на уровень мышления, на уровень духа. Это уровень недвойственности. Это уровень недвойственности. И когда мы находимся на таком уровне восприятия и мышления. Тогда любые события, которые с нами случаются, любые люди, которых мы встречаем, любые ситуации, они являются частью нас. И поскольку это является частью нас, то действуя на уровне духа, мы можем заранее выбирать лучший вариант реальности. И потому что реальность, она многопроявна. Если мы действуем на уровне духа, то мы тогда соединены с энергией силы любого Божества и самого Всевышнего. Если мы находимся с энергией, силой любого Божества и самого Всевышнего. То есть так мы можем соединяться не только с энергией предков, но и с энергией предков. Соответственно, мы можем объявить нас на более широком понятия, с Божествами и Всевышнением. Мы можем, чтобы мы не только с энергией объявляемся, но и с более широким понятием энергии и более широким понятием зрением. То есть, когда мы действуем на уровне духа, то наша сила влияние на окружающий мир становится гораздо больше. Ну, знаете как, килограмм Пороха, он даже если взорвется, он как бы вот одну работу может произвести, а если взорвется килограмм ядерного топлива, то это будет работа намного более сильной. На самом деле все трудности, с которыми мы сталкиваемся, это просто непонимание законов мироздания, и это то, что должно вас поднять, на более высший уровень, в уровне тела, на уровне души, в конечном итоге на уровне духа. То есть вы можете подняться на уровне духа случайно, когда вы находитесь в каком-то состоянии стресса, и вам надо решать какие-то жизненные задачи. Вы можете подниматься на уровне души, если вы в очень сильной ситуации, как говорите, что вы в таком-то состоянии стресса, и вы можете подниматься на уровне души. А если вы в таком-то состоянии научиться жить на этом уровне, то вы можете подниматься в таком-то состоянии, То есть наперёд считывать те события и ситуации, которые нам приходят как задания. В нашей школе принято считать, что именно сам человек является творцом своих трудностей. И помочь ему может кто-то другой, но чаще всего он сам себе. Чужая помощь она всегда временная, а вот когда человек овладел практиками и знает, как сам это делать, у него всегда есть ключи к любым замкам, к решению любых вопросов. И это не так же, как с помощью помощи других. Мы уже с Евгением там попросили человека и вам уже переводят, у вас будет методичка, то есть базовая практика, у вас будет переведены. И в следующем, когда будет переведена книга в целом, то вы сможете уже иметь, тогда вот. Почему я люблю вот дистанционную такую школу, почему она мне нравится, потому что на семинаре человеку можно дать ограниченное, ну как бы время ограниченное, ограниченное количество практик, а тут нужно немного шире дать. Почему Владимир auch в этой форме дистанционной или фирменной учреждениях, потому что в одном пресенцеминаре есть на время ограниченное время, и вы можете также дать учрежденное учреждение ограниченное учреждение. В такой учреждении, которая практически на протяжении времени работает, можно больше идти в теории и больше учреждения учреждения учреждения. Поскольку у вас могут быть разные задачи, поэтому будут даваться практики, которые там в книге нет, то есть которые не являются базами, да, то есть они будут даваться именно для решения ваших задач в том числе. И потому что каждый из нас в различных задачах, будут также различные задачи, которые в учреждении учреждения учреждения, которые в книге не имеют в том числе. Потому что в книге действительно не было в том числе, потому что в книге не было в том числе. Общая с энергией, мы работаем с причинным уровнем, поэтому любая задача в потенциале разрешим. У нас там вроде еще какой-то есть вопрос. Еще вопрос, медитация когда шла, вот медитация с предками, он говорит, что у него связь пошла каким-то мистическим существам, которые он воспринимал нежели как дракона, либо птицу колибри. И у них, а, и какую-то они ему что-то вроде как кроны создали на голове, что-то такое показалось. Наша душа, она проходит на земле воплощение в камни, в растениях, в животных, в человеке. Поэтому у нас есть животные, предки или птицы в том числе, предки. И мы точно так же с ними можем взаимодействовать. Для этого у нас есть специальные медитативные практики, но обычно они, конечно, касаются уже третьей ступени живых, но если надо, мы можем как бы их на первой использовать. Это практики кудесничьего путешествия или шаманского путешествия, только мы это делаем как бы в энергетическом потоке. Это практики кудесничьего путешествия, которые мы проводим в энергетическом потоке, в энергетическом потоке, в энергетическом потоке. И предки могут нам дать дары, корону, меч, может быть какой-то кристалл, волшебную палочку. И они могут нам дать дары, которые мы наступали в этих путешествиях, в энергетическом потоке. И если мы дать дары, то мы открыли новую качество. То есть например, получив корону, это может быть качество управления или помощь, чтобы человек стал главным, каким-то проявленным свой жизни. Когда он получает дар, он уже начинает автоматически работать, привлекая нужные качества, события, ситуации. Но кроме этого, мы уже там на первой ступени, это в дальнейшем, мы все равно учимся работать с предметами силы, как работать с этими предметами, как с частями души, как открывающими ключами определенных состояния. Но также на первой ступени, мы уже научимся работать с действиями, с магическими действиями, как они функционируют и как они используют. Ну, поскольку у нас открытая встреча, у нас общение, поэтому проявляйте активность. Когда у нас уже начнется занятие, то у нас обычно в среднем два часа, если надо, мы как бы чуть-чуть больше занимаемся. А сейчас у нас просто, ну, как бы вот общение, поэтому если есть желание что-то спросить. То есть, если у нас происходит, то у нас уже есть два часа, то у нас есть два часа, которые мы принимаем. И она уже становилась больше и получал даже тоже, ну, как вот, царь и палец удержит, что-то вот такое, да. И как это теперь проявилось в матери, благодаря тому, с чего он достиг? Да, и у нас есть вопрос от Владимира, от Марко, что это тоже влияет на твою реальность? У вас есть в реальность, что вы получили в реальность, что вы получили в реальность, которые вы получили в медитативном мире? Духовный мир общается с нами, но если мы не знаем, что с этим делать и как с этим делать, то есть мы не можем применять это. Дары могут давать повторно, это будет как раз означать, что мы, ну, как бы не понимаем, что с ним делать и не воплотили. У нас есть еще какой-то вопрос. Да, из моего сердца какие-то листья, ну, как, у него как бы из сердца такие появлялись что-то вроде наподобия листьев или крыльев, которые автоматически действовали. Ну, отлично. Главное, чтобы это приносило пользу, здоровье, счастье радости. Важно, чтобы это приносило пользу, здоровье и счастье радости. Да, это приносило пользу. Дальше. Дальше. Я еще один вопрос. Да, я еще один вопрос. Он говорит, что когда мы практикуем живо и в течение обучения, мы будем учиться больше как бы на чувствительном уровне работать и воспринимать какие-то вещи там, ну, телом, нашими чувствами. Он говорит, но если в исходной ситуации человек, он привык как бы к логическому мышлению и к логическому образу жизни, как на него это будет действовать? То есть живо его больше уравновесит или это будет как-то мешать ему взаимодействовать, что он привык все как бы логическим умом воспринимать? Ну, мир, он целостный, поэтому если все воспринимать только логическим умом, это представь себе, что, ну, идти на одной ноге. А так появится еще другая нога и можно в паре как бы быстрее идти к цели. Живо учит целостности воспринимать мир, находясь над противоположностью. То есть и духовное, и материальное, и логическое, и интuitивное. Ну, знаете, как в мире, да, в мире, да и в мире, да, в мире, да, в мире, да, в мире. И так же, как и все, как и все, как и все. Более того, когда человек практикует Живу, у него даже IQ увеличивается, то есть он становится еще более логичным, еще более разумным, потому что у него происходит расширение его сил, знаний и возможностей. Однако, если человек практикует Живу, то есть его IQ и его логичным Денком увеличивается, потому что у него у него больше энергии потенциал. Так что не переживайте, все будет самым лучшим образом. Так что не переживайте, все будет самым лучшим образом. Ну, если тогда вопросов таких больше нет, еще раз говорю, то есть я вроде бы ответил на все, что хотелось. Мы еще сделаем несколько таких открытых встреч, где поговорим о тех или иных аспектах Живы. И с первого числа, ну с первых чисел следующего месяца начнем системное занятие. Сейчас еще будет вопрос. Окей, Фондая Сабина, какие вопросы? Поначалу у нее все хорошо получается визуализировать корни, чувствовать, как они проникают в землю и чувствовать и воспринимать, как она вдыхает свет. Но иногда у нее потом появляются какие-то как бы покалывания на коже. И ей это мешает, к тому у нее еще какое-то воспаление, да, у нее воспаление и спора на пятке. И у нее вот как боль ее отвлекают и вот это покалывание на коже ее отвлекает. Ну какие-то вот физические побочные болячки. Практикуя Живу, у нас растет сила концентрации. Практикуя Жива, при этом ее влияние является многоуровневым. То есть работая с предками мы при этом можем одновременно исцелять тело. Поэтому вот это вот покалывание на коже может как раз и означать в том, что Жива начинает включаться и исцелять физическое тело. Поэтому это хорошо и нормально. Но со временем практикуя, как бы мы просто научимся удерживать концентрацию, несмотря на то, что в нашем теле могут происходить там что-то сжимается, разжимается, раскрывается. Потому что Жива одновременно действует на всех энергооболочках, на физическом теле, на всех оболочках, снимая энергоблоки. Поэтому кроме того, что мы там видим, у нас и телесные ощущения возникают. И сжимается, мы сжимается, но мы сжимается и не так быстро и так быстро и так же, на какие-то другие впечатления в Киеве облечения в Киеве облечения в Киеве. И вот тут еще одна тонкость, есть живая, а есть живая яркая. Когда мы говорим про живая яркая, это некий образ жизни. И есть еще одна тонкость, мы имеем живая яркая и живая яркая. И живая яркая является правильным питанием, потому что если мы не правильно питаемся, то есть например, наше тело начинает накапливать лишние Вещества, и оно начинает выбрасывать в Суставы, и у нас могут там артриты возникать, вот эти костные мозолиты или прочее. И один из живая яркая является правильным питанием, если мы правильно питаемся, то есть какие-то шлаки, тосты, и это приводит к тому, что у нас есть артриты, entwickelt oder sonstige Beschwerden an den Knochen, an den Gelenken entwickeln. Deshalb muss man an sich selbst oder an die Arbeit an sich selbst komplex herangehen, das heißt auch das Essen beziehungsweise die Diät hier auch mit berücksichtigen, die Ernährungsweise mit berücksichtigen. У меня есть например ученица, там третья ступень у мужа была такая большая родинка за ухом и он боялся хирургического воздействия. Она вот живой наполняла ну долго наполняла порядка девяти месяцев, но она отпала сама по себе. Und Wladimir hat eine Teilnehmerin, die ist jetzt im dritten Modul oder auf der dritten Stufe, der живo, ihr Mann hatte so eine große Wartze hinter dem Ohr, hat aber operative Eingriffe gescheut und sie hat ihn fast neun Monate behandelt mit der живо-Energie, mit den Händen praktisch und diese Wartze ist dann tatsächlich nach diesen neun Monaten abgefallen. Кроме родинки у него еще папилломы на теле, а я ей говорю, что у него есть паразиты, то есть на самом деле надо паразиты выяснять. так что практика наша комплексная и телесная, и энергетическая, и духовная на все ваши вопросы есть ответы, потому что тысячелетия опыта, то есть тысячи миллионы людей, которые практиковали, то есть все оно изучено, все, на все есть ответы. Анатолий 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 Крэ letzt Л IKEA ДИНАМИ ДИНАМИ Время arcade Анатолий Горр На сегодня достаточно за все вопросы на следующий раз они могут заявить какую-то тему, которая им была бы интересна с точки зрения Живы ее рассмотреть. Мы можем рассмотреть, а нет. Я буду рассматривать там общие правила Живы. То есть тоже будет интересна. Also, wir haben jetzt für heute so ziemlich alle Fragen beantwortet, die da waren. Für das nächste Mal könnt ihr euch ein Thema aussuchen, was euch denn interessieren würde. Fragen stellen, im Vorfeld mir zukommen lassen. Wenn dann kein Thema von euch vorgeschlagen wird, wird Wladimir ein bisschen mehr Einblick euch geben dann in das Жива-Heil Kunstsystem. Приятно было с вами пообщаться. Желаю вам хорошего вечера. Es war schön, euch zu sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. До новых встреч. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Danke.